Установлена возможность сохранения заработной платы гражданина-должника в размере прожиточного минимума. Прожиточный минимум в Российской Федерации установлен в размере 12 654 рублей. Должник-гражданин вправе обратиться в подразделение судебных приставов с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. Также гражданин вправе обратиться в банк и свою кредитную организацию, осуществляющую его обслуживание, его счетов с заявлением о сохранении заработной платы и иных выплат ежемесячно в размере прожиточного минимума. В заявлении должник-гражданин должен указать фамилию, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа удостоверяющего личность, место жительства или пребывания, номер контактного телефона, реквизиты открытого ему в данном банке или иной организации банковского счета, на котором необходимо сохранять заработную плату и иные доходы ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения. При наличии лиц, находящихся на иждивении, должник-гражданин имеет право обратиться в суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных денежных выплат ежемесячно в размере превышающем прожиточный минимум. Кроме того, не может быть обращено взыскание на пособие и выплаты гражданам, имеющих детей, беременным женщинам. Выплаты, осуществляемые в соответствии с предоставлением миро-социальной поддержки, также туда не входят. Денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи. Однако ограничение размера удержаний не распространяется по исполнителям документов, содержанию требований о взыскании алиментов, о компенсации вреда, причиненного здоровью в связи со смертью кормильца и причиненного преступлением. За подделку протокола общего собрания жилого дома уголовная ответственность. В соответствии со статьей 327 УК РФ за подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей в целях его использования, предусматривается уголовная ответственность. Часть 1 ст. 327 УК РФ. Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей в целях его использования или сбыт такого документа, либо изготовления в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград РФ, РСФСР, СССР, штампов, печати или бланков. Наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Протокол общего собрания жителей дома является официальным документом, за подделку которого предусмотрена уголовная ответственность. Результатом прокурорских проверок в 2021 году было выявлено несколько таких фактов, по которым в органы полиции направлены материалы для дачи юридической оценки в порядке ст. 144-145 УК РФ. Результатом рассмотрения материалов возбуждено три уголовных дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова